приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами профи в 215 б танк у нас в игре появился 2012 году в патче 181 и буквально в следующем патче 182 ему сильно апнули броню в одном из следующих патчей ему снова апнули броню и вот спустя 11 лет не удивляйтесь ему снова апнули броню в патче 122 этому танку в борту улучшили броню где-то там в районе каких-то катков честно говоря я сильно даже не знаю где там именно она улучшилась но это еще не все также ему улучшили альфу было 400 стало 440 в принципе два параметра улучшили броню где-то в борту и разовый урон тоже улучшился это танк в игре у нас появился 2012 я в игру начал играть 2013 в то время я играл на этом танке он мне очень сильно нравился его орудие просто было великолепно точность стабилизация скорострельность все шикарно также можно было пробовать танковать бортом геймплей был понятный танк конечно большой громоздки но играть на нем было прикольно со временем этот танк превратился в какое-то огромное решето которое еще и горит постоянно в лоб ну и со временем особо ничего не изменилось танковать на этом танке и выживать крайне сложно также в 2017 году fv215b убрали из ветки исследований с 10 уровня где он появился у нас 2012 году и на его место поставили super conqueror на супер коне конечно намного легче танковать выживать орудие тоже классное приятное удобное расположение башни привычное увн и приятные играть на супер коне намного легче и удобнее чем на fv215b и fv215b в итоге потерял какую-то свою фишку свою играбельность я считаю что в патче 122 разработчики вернули фишку fv215b ведь у него теперь и дпм больше чем у супер коня у супер коня 2700 у fv215b 3000 так еще и альфа у fv215b лучше 440 а вот у коня так и осталось 400 и я считаю что это правильно поскольку выживать танковать на fv215b намного сложнее если ты на фв играешь правильно не делаешь ошибок ты должен за это получать большие бонусы чем на супер коня поскольку тебе все это дается намного сложнее могу ли я теперь порекомендовать всем этот танк конечно же нет поскольку он так и остался сложный в выживании в танковании могу порекомендовать сдуть пыль с этого танка тем у кого он стоит давно в ангаре и если у игрока хороший скилл на достойном уровне он сможет реализовать этот танк планка на 3 отметки у этого танка очень сильно выросла было 3 600 стало 4 600 это все потому что теперь если ты в бою делаешь все правильно и не совершаешь ошибки то награда за это намного больше поскольку и дпм и альфа намного улучшились конечно можно танки апать и тем что закрывать им слабые стороны но разработчики пошли другим путем и улучшили у танка и так его главный плюс это орудие нельзя сказать что это прям идеальный вариант и нужно апать так все танки но это тоже улучшение и люди с прямыми руками могут реализовать этот танк но те люди которые совершают много ошибок им недостаточно скилла чтобы играть на сложных танках они будут намного реже делать правильные действия на этом танке соответственно реже получать удвоенные бонусы от улучшенного орудия поэтому если вы хотите вы можете попробовать на этом танке сможете ли вы его реализовать или нет он всегда был сложным этот танчик но в 2023 году уже недостаточно было тех параметров орудия которые у него были но вот сейчас на этом танке можно поиграть конечно это будет нелегко на нем очень сложно он большой длинный не особо про броню но теперь орудие прям награждает тебя за твои правильные действия и очень больно наказывает врагов которые подставляются поэтому для разнообразия я могу порекомендовать этот танчик в плане сборки здесь все очень просто зависит от того насколько вы можете совладать со стрельбой конечно же метовая сборка как обычно досылатель турбина закалка лучше всего поставить закалку экспериментальную для того чтобы наши баки которые находятся во лбу горели реже время сведения 1 из 7 точность 033 поэтому стабилизатор нам не особо понадобится а вот быстрее ездить и больше хп не только у танка но и внутренних модулей это нам очень надо в данный момент набить 3 отметки на этом танке это непростая задача поскольку танчик сложный планка выросла очень сильно но у меня на этом танке 3 отметки есть уже очень много лет поэтому ничего не поделаешь а вот у кого нету трех отметок то это неплохой челлендж сейчас на этом танчике на битре отметочки конечно же если вам этот танчик зайдет если не зайдет то лучше через силу не пытаться ни к чему хорошему это не приведет сейчас в 215 бы можно купить в боновом магазине он в ангаре уже у меня есть я так понимаю стоит также как остальные десятки 15 тысяч бон если вы не новичок и у вас много лишних бон то можно попробовать купить этот танчик для разнообразия покатать попробовать свои силы теперь это не ошибка взять этот танк поскольку он обладает своей фишкой которую можно попробовать реализовать при должном скиле теперь этот танчик в ангаре явно не для мебели стоит и можно вполне себе активно пользоваться особенно если он вам зайдет с вам был арчи карать красиво подписывайтесь ставьте лайки пишите в комментариях смогли вы в этот танк или нет всем удачного дня пока и к и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...